Ну, конечно, давайте скажем о том, что нашу сходную задачу можно будет с помощью хэш-таблиц. Для этого давайте делим еще один большой тест. Да, вот прекрасный большой тест. Проверим, что наша программа работает на нем. Правильно? Вот, да, за 480 миллисекунд работало. Давайте напишем то же самое решение на хэш-таблицах. Для этого положим все элементы в хэш-таблицу. Сделаем map is integer в integer. Будем там хранить позиции элементов. Занесем то все позиции. По элементу aida и мы знаем, что она лежит в позиции i. Отлично. Теперь давайте здесь перепишем следующим образом. Если там уже есть ключ, равный бейтему, то возвращаем этот ключ. А иначе еще минус один. Да, видим, что она тоже отработала. Тоже надо сделать плюс один. Видно, что все сдвинулось на единичку. Отработала примерно за то же самое время, что и наш двоечный поиск. Это происходит из-за того, что двоечный поиск логарифм работает за все время логарифм, а хэш-таблица работает примерно за водки зеницы. То есть там не совсем так, но на самом деле точно. Она работает в целом быстрее, но за счет того, что используются сложные типы, такие как класс integer вместо простых int, константы больше, поэтому работают примерно за такое же время на этих ограничениях. В целом, можно сказать, что это еще так. Но у нас, поскольку урок продал двоечный поиск, мы в основном пишем двоечный поиск сегодня. Кроме того, решение с хэш-мапом не позволяет вам искать позицию элемента, если его нет. Вот если бы мы как в прошлый раз искали бы элемент, которого не существует в нашем массиве, то хэш-мап просто бы сказал, что его нет. Двоечный поиск позволяет найти место, где бы он был, если бы он там был. Найти число элементов, меньших его и так далее. Все, на этом мы заканчиваем с двоечным поиском. До новых встреч, приходите, до свидания.